Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Продолжаем говорить о нашей с вами безопасности, о том, что могут сделать общественники для охраны правопорядка и повышения уровня доверия к полиции. В нашей студии член общественного совета при ГУВД, при главном управлении МВД России по Самарской области Павел Козин и секретарь совета Лариса Фурсова. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Лариса Николаевна. Павел Михайлович, ну буквально вчера состоялось первое заседание общественного совета при новом руководителе. Я хотела бы узнать ваше первое впечатление от встречи с новым главой ведомства областного. Кто был? Я был на этом заседании. Могу сказать, впечатление более чем, более чем очень хорошее. Как бы те цели и задачи, которые намечил Сергей Александрович, это, ну, наверное, то, чего хотят люди на сегодняшний день. Чтобы видели сотрудников полиции на улице. Поскольку их, ну, на сегодняшний день данные службы, которым положено нести службу, так служба ПС, она, ну, сокращена. Ну, не знаю, там, насколько это оправдано. Поэтому было, ну, как бы принято решение каждому сотруднику, ну, представить там членов ДНД или... И по максимуму выходить на улицу. Да, и по максимуму, как бы охватить территорию, да, особенно в такие, ну, с четверга по воскресенье, как бы, да. Чтобы люди чувствовали в себе свою безопасность, особенно... Когда люди отдыхают, гуляют на улице, чувствовали свою там безопасность. Ну, вот в таком случае интересно знать, как общественный совет может помочь реализовать вот эти планы, намерения. Ну, вот он скажет, прикажет полицейским и, там, дружинникам выходить. А вот функции общественного совета новые, может быть, какие-то появились? Мне бы хотелось сказать, что до прихода Сергея Александровича в 2014 году одним из приоритетных направлений деятельности общественного совета как раз было решение вопроса о привлечении граждан к охране общественного порядка. Мы провели несколько пленарных заседаний. Мы встречались с народной дружиной Самары. Мы изучали опыт Новокуйбышевска. Проводили круглый стол совместно в Красноярском районе, Красноармейском районе, совместно с монепацилицет, полиция и жители для того, чтобы понять, почему этот процесс тормозится, почему реализация 44-го закона, принятый в нашей стране как раз об общественном движении народа по безопасности, почему тормозится этот процесс. Мы подготовили ряд рекомендаций, как правильно зарегистрироваться в реестре ДНД, потому что это совершенно новый, нужно новый пакет документов. Поэтому я не хочу сказать, что мы, в общем-то, в течение года ничего не делали. Но почва была подготовлена, получается. Во всяком случае, да, мы начали на сегодняшний день не с нуля. И во всяком случае, мы сейчас в теме. И не просто говорим об этом, мы во всяком случае видим, что проблема такая существует. Потому что при выездных приемах граждан по Самарской области, при общественном приеме в клубе Дзержинского, люди обращаются с этими проблемами. Люди пишут письма и говорят, что безопасность на улице, во дворе, в местах общественного массового скопления людей, парки, набережная, ленинградская, людей очень волнует. Поэтому, в общем-то, проблема злободневная. И вот теперь наша задача, уже, наверное, изучив ситуацию в городе, изучив проблемы, которые есть в полиции, это нехватка сотрудников и многие другие моменты, которые существуют, чисто профессиональные. Здесь, наверное, теперь нам нужно выйти к людям, к населению и вспомнить то хорошее дело, которое было в советские годы. Это отряды, добровольные отряды, помощники милиции. Здесь, я думаю, что большая роль и у студенческой молодежи, которые могли бы навести порядок в тех районах, где большое количество бывает молодежи. Ну, основная ставка, да, делается на молодежь. Ну, это какие-то предприятия. Ну, это самые активные люди. Ведь отрабатываются все нюансы, и такие моменты, мы тоже их выходим и в правительство Самарской области, и к работодателям, с тем, чтобы поощрять дружинников. И ведь не столько, то есть и материально, понятно, должна быть какая-то заинтересованность, потому что человек работает, да, но и в то же время и нематериальные поощрения, какие-то вещи, которые... То есть будет и то, и другое. Ну, материально сейчас вот узаконено, да, есть уже нормы, суммы определенные за время. Суммы, нормы есть, да, да, то есть как бы, в общем-то, хотелось бы, чтобы народ не просто сидел и вещевал на то, что как у нас вот страшно ходить по улицам, чтобы от граждан тоже какое-то такое желание помочь и участие было. Вот это бы очень хотелось. Обратная связь должна быть, где страшно ходить по улицам, как бы... То есть вы ждете такой информации, да. Ну, как бы это, в общем-то, наша задача, как бы... Ну, доводить до руководства, ну, какие-то вот такие моменты, на что там обратить внимание, на какие места там, ну, самим принимать в этом участие, безусловно. Понятно. Вот меня заинтересовало, знаете, что еще, что Сергей Александрович сказал, что нужно повышать еще одна из задач, которую он ставит, доверие к полицейским. Как может общественный совет, вот, включиться в выполнение этой задачи? Как можно повысить доверие, какими способами, методами к полицейским? И почему вот случился такой провал такого, случилось такое недоверие? Ведь раньше, вот, вы вспомнили про советское время, как относились к милиционерам тогда? Помогали, сотрудничали, уважали, а потом вот что-то произошло. Ну, на это, наверное, есть очень много объективных, субъективных причин. Ну, вот, вы знаете, как эта жизнь-то показывает, когда человеку плохо, рука-то у него набирает 0,2. Понимаете? И, наверное, мы люди, устроены так, если беда у нас, то мы позвонили 0,2, и мы ждем, что полицейский сейчас придет и нам поможет. Ну, наверное, полицейские тоже люди, и у них тоже могут быть, ну, к сожалению, там, изъяны. И не все, может быть, действительно, профессионалы своего дела. Мы, со своей стороны, в общем-то, больше настроены на то, чтобы позитивно рассказывать о деятельности полицейских. О хорошем, не только о плохом, вот, да? Об участковых. Вот, понимаете, вот сколько мы не ездим по Самарской области, многие знают участкового в лицо. Он один, а территория большая. И, конечно, он один везде успеть не может, да? Поэтому я считаю, что доверие можно только на хорошем, потому что о плохом быстро информация расходится, и это муссируется, обсуждается. А когда человек совершил подвиг, об этом очень тихо, или вообще никто не говорит. Родственникам руку пожали. Ну, вот, я считаю, что здесь вот наша задача все-таки больше рассказывать хорошего, что делают полицейские. Все-таки, да-да-да, и тем более еще одна из задач, которую поставил тот же Сергей Александрович, это взаимодействие со СМИ, давать больше информации и не прятаться, да? О хорошем ли, о плохом ли, вот, не прятаться. Знаете, в чем дело? Вот я из своего опыта знаю, мы вот ездили в Красноярский район, да, на прием граждан, да? Приходят граждане и критикуют там сотрудников полиции, да, за бездействие. А в итоге получается, что, ну, в основном, знаете, за что? Там, где машины ставят под окнами, да? А что, полицейский может что-то сделать с этой машиной? Вот, и я о том же говорю. В основном, они как бы раз... Недовольство выражают. Да, к какому-то там бытовому там или к коммунальным службам претензии, а почему-то хотят, чтобы полиция это все исправляла. Ну, немножко как бы это... Читается, что полиция все-все там должна делаться. Блин, разговор о том, мне-то плохо, я с полицейского вызова, и он должен быстренько... Отреагировать. ...все сделать, и мне должно быть хорошо. Вот здесь поэтому. Да, Павел Михайлович, а вы как попали в общественный совет? Потому что Лариса Николаевна, мы знакомы, она давно уже секретарь. Вы все-таки не из этой сферы, не из... Правоохранительных. Да, не из правоохранительных органов. Вы общественник. Вот как пришла такая идея, вот посвятить себя такой общественной деятельности? Не, ну а кто должен как бы... Ведь Сергей Александрович тоже вчера сказал, что из всех там социальных слоев должно там представлено быть там в общественном совете. В общем-то... А вы какой слой социальный представляете? Да, ну, бизнесменов как бы, да. В основном-то моя, так сказать, цель и задача, как бы, это в навигационный период, как бы, организовать вывоз детей, погибших сотрудников, как бы, вот... Ну, вы уже это делали. Ну, я вот это уже делаю более четырех лет, скажем так. Поэтому все это... На благотворительных началах, да? Да. Ну, безусловно, конечно. Да. Поэтому я считаю, что это нужно делать. Конечно. Я уж не знаю, но, скорее всего, конечно, есть социальная защита у этих детей там, да, ну... Ну, лишнее внимание, конечно... Да, лишнее внимание, но когда-нибудь, да все равно, как бы, вернется, как бы. Да. Но я не имею в виду себя. Говорю, что общество там, как бы, получит там достойного гражданину, поэтому... На самом деле это очень важно, на мой взгляд. Скажите, пожалуйста, а у Совета есть такие контролирующие функции, вот, кроме того, что, там, узнавать, как вы говорите, информацию и передавать, а вот действия контрольные какие-то совершать есть? Основная наша задача, это как раз вот осуществление общественного контроля за деятельностью полицейских. Поэтому на протяжении вот 2014 года один раз в месяц мы проводили акцию «Общественный контроль», когда члены общественного совета выходили к участковым и вместе с участковым проработали полдня. Дальше шли в инспекцию по делам несовершеннолетних, вели прием с несовершеннолетними, дальше шли с инспектором в школу, где он встречался с детьми, а уже поздно вечером шли по домам к детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. То есть вот и дальше посещали места задержания, дежурные части, и там на протяжении вот какого-то времени находились вместе с сотрудниками и смотрели, какие есть сложности, какие есть трудности, хвалили, высказывали свои какие-то там недочеты, которые мы увидели, и все это было доведено до главка. То есть обобщенная такая информация. То есть эффект, он заключается в информации, в информировании о проблемах, да? Мы информируем и на общественных заседаниях просим нам дать ответ по тем или иным вопросам. Летом мы ездили с акцией «Безопасные каникулы» по детским лагерям и смотрели там безопасность детей. То есть вот поэтому я не могу сказать, что мы как бы отстранены. Дальше на проведении всех массовых мероприятий в городе Самара, политических ли, культурно-массовых, футбол, обязательно присутствуют члены общественного совета, которые смотрят за тем, как себя ведут полицейские. В день выборов, 14 сентября, мы посещали избирательные участки, где знакомились, смотрели. Причем мы всегда общаемся с людьми, как ведут себя полицейские, как они общаются, выслушивают ли граждан. И поэтому, в общем-то, вот такой общественный контроль, мы его осуществляем. Но я хочу сказать, что полицейские, так скажем, особенно когда при массовых мероприятиях, никогда таких замечаний нет. И, наверное, поэтому в нашем городе очень много массовых мероприятий, и всегда они проходили очень достойно, на высоком уровне. Да. Вот я знаю, Павел Михайлович, что вы еще экспертной деятельностью занимаетесь в совете. Вот хотелось бы узнать, в чем она заключается? Какие экспертизы? Ну, экспертизы, конечно, каких документальных мы не проводим, мы просто в своем заключении даем на те или иные инициативы, которые выдвигаются, скажем, мнение свое высказывают. А есть какие-то нововведения, которые сейчас начинают работать в органах? Сейчас посмотрим, что такое будет ночной патруль. И вот это вот как бы вместе с ним примем участие, выскажем свое как бы пожелание, как все это лучше организовать, ну, чтобы эффективно было все это делать. Да, конечно, потому что любое новое дело, хотя, как мы знаем, это хорошо забыто и старое, но какие-то начнут возникать... Хорошо забыто и старое, те ДНД, которые раньше были. Ну, здесь мы тоже выходим, члены общественного совета, четверг, пятница, суббота будут выходить. И, в общем-то, всю процедуру инструктажа, развода и даже патрулирования для того, чтобы вместе, обобщив вот ту ситуацию, практику, которая есть сейчас вот на местах, на девяти этих пунктах, да, нужно к чему-то прийти. Положительно отмечать, конечно, и дальше двигаться, не стоять на месте. Да, потому что вот здесь серьезные вопросы страхования, допустим, тех же дружинников. Они же не профессионалы, да, и может всякое случиться. Потом еще какие-то вопросы, может быть, безопасности тех же дружинников, наверное. Вот, а страхование... И вот, кстати, вот они до ночи работать будут, дружинники, патрулировать. Да, 23.00. И вот, опять же, тоже вопросы будут возникать, там, с транспортом для них же, они же не пойдут пешком с какого-то района к себе домой. Ну, я хочу сказать, что надо дать должное, Сергей Александрович все эти вопросы поставил и обозначил их для того, чтобы вот снять вот эти ситуации доставки, разъезда. Поэтому эта ситуация под контролем, я думаю, что она будет отработана. Вот в прошлой неделе показала, какие-то организационные моменты всегда не возникают, когда что-то делаешь, да. Я думаю, что вот эти все нюансы, они будут сняты в самое ближайшее время. Да, вот, кстати, вчера же Сергей Александрович сказал, что у нас с вами, с общественным советом, я имею в виду, есть время до октября. И дальше там что-то будет видно, но вот время у нас много, до октября. Вот мне интересно, а что, это что за такая дата? Общественный совет выбирается раз на два года. А, у нас полномочия заканчиваются в сентябре и Новый год, нет. Нет, 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 у нас истекает срок в сентябре, в сентябре, вот, поэтому он к нам обращается, что там дальше, может быть, другой будет совет общественный. Тут уже, в общем-то, как мы себя покажем. Расширится, он сузится, изменится. Да, но такие повышенные, довольно-таки, требования к членам было вчера, вот, я услышала общественного совета, к тому, что они должны быть социально активными и узнаваемыми людьми в городе. Так что, вот, лично у вас, Павел Михайлович, есть желание еще раз попасть? Вы уже какой раз? Я уже второй раз. Второй раз, вот, как вам эта деятельность, по душе? Да, ну, как бы, по душе, не по душе, наверное, неправильно сказать. Ну, как бы, если мы хотим что-то изменить, надо, как бы, пытаться это сделать, да? Наверное, как бы, есть, что должно меняться у нас сегодня, поэтому, как бы, ну, давайте будем стараться. Ну, пригласят, конечно, я не откажусь, как бы. Да, понятно. И еще хотелось бы вот узнать, вы сказали, должна быть обратная связь с людьми. Как строится ваша обратная связь с людьми? Должны ли члены общественного совета тоже выслушивать людей, как-то принимать, общаться и, опять же, вот, информацию доводить? Вот как это строится, работа? Да, ну, я вот для себя как это делаю? Я, если выезжаю, там, с сотрудниками ППС, да, я, ну, как бы, во время их, там, проверок, я мирно беседую, как бы, с людьми жалуются, не жалуются, что там, как бы. Поэтому, вот, выслушиваю людей, как бы, в стороне, от сотрудников полиции, как бы, ну, чтобы не было какого-то, может быть, там, чисто визуального, даже на них влияние, там. Потом для себя это отмечаю в своем отчете, это пишу, на имя руководству ГУВД, как бы, свое мнение, как бы, что бы я бы изменил. А вот, я так полагаю, что могут быть претензии не только от жителей, вот, как мы говорили, но и от сотрудников, потому что тоже, как вы сказали, уже все мы люди и сотрудники те же, и у них же могут быть проблемы. Вот, у вас такие функции есть, им же помогать? К пример, как бы, ну, я просто не знаю, решен он или нет, но, во всяком случае, я об этом доводил до сведения. Куйбышский район. Вы как-то курируете Куйбышский район? Нет, просто я, как бы, не-не-не, я не курирую абсолютно, мы тут, как бы, ни к чему не привязаны, ни за кем не закреплены, просто, ну, поехал, как работа, патрульно-постовая служба. Руководитель наряд, женщина, да, двое детей, ну, старший лейтенант, несет службу до полвторого ночи, живет в советском районе. Как она будет добираться до дома? Ну, хорошо, если есть коллеги на машине, да, которые подвезут. Общественный транспорт в это время не ходит. Вот есть проблемы, как бы, которые, ну, так или иначе, ну, надо решать эту проблему. Вы ее решили? Помогли? Нет, 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 просто обозначить. Я ее обозначил, да, я ее обозначил, как бы, ну, как в данной ситуации-то быть? Мне бы хотелось еще сказать, что обратная связь через общение с людьми. Мы выезжаем в Самарскую область. Обязательно, у нас есть график уже на 15-й год, и мы там встречаемся с местным населением, заранее информируем, что мы придем. И туда люди приходят со всеми своими вопросами. Дальше у нас есть общественная приемная. Каждый четверг с 16 до 18 присутствует член общественного совета. Там же оказывается бесплатная юридическая помощь всем гражданам, которых нуждаются в этом. И те обращения, которые поступают от людей, мы их потом анализируем и смотрим. Сотрудники такие же граждане, поэтому они также обращаются к своим вопросам. Вот буквально совсем недавно четыре заявления именно от сотрудников по вопросам увольнения или каких-то социальных выплат и так далее. Их тоже мы все рассматриваем. Мы пишем письма в главках, главка нам дает ответ или просим провести проверку. То есть вот такие вещи, они существуют. И мы всегда на звонки всех людей, мы как бы готовы отвечать. У нас есть информация на сайте, на фейсбук сейчас, в ютубе письма приходят. То есть сейчас вот электронных возможностей много есть для того, чтобы письма отправлять. И у нас есть член общественного совета Андрей Васильев, который все эти заявления отслеживает. Они, в общем, электронный оборот существует. Да, но с другой стороны, вся эта информация, она же должна быть еще и проверена. Конечно, конечно. Потому что мало ли что можно. Тем более работник полиции, да, это же можно, кому-то он навредил там или что-то. По каждому разбираются специалисты. Так просто нельзя. Естественно, мы свою оценку не выносим. Да, да, нет, нет, здесь нужно быть объективным. Вот мне хотелось, Павел Михайлович, так как вы были вчера на общественном совете, узнать, инициативы от самих членов общественного совета были какие-то? Потому что одно дело сидеть и выслушивать, что руководитель говорит, а второе дело изнутри, так скажем, предлагать какие-то, видя что-то не то происходит, что-то предлагать. Ну, вчера у нового руководителя очень плотный график, поэтому по всем каким-то таким мелким вопросам, ну, нет смысла отвлекать его было время, потому что он и с трудовыми, с руководителями крупных там этих организаций должен быть встречаться, и с руководителями ЧОПов, поэтому вчера только были общие направления поставлены, как бы видение, как бы тех задач, которые нужно в жизнь притворять. Поэтому на детали мы не отвлекались. Понятно. Ну вот между тем я-то услышала все-таки краем уха, что была поднята такая острая проблема, все-таки успели вчера ее поднять, это пьянство за рулем. И как общественность привлечь для того, чтобы все-таки, вот это страшно, да, все мы знаем, что и смертельные исходы, и так далее. Вот что-то новое будет в этом направлении делать. И как привлечь вообще людей, вот опять же информировать, потому что у нас двоякое отношение к тому, чтобы информировать. Вот я сейчас позвоню, про кого-то расскажу, что он там пьян, и потом он на меня там обидится, или еще, не дай бог, мне отомстит, и так далее. Вот как сделать так, чтобы у граждан проснулась все-таки такая гражданская ответственность и инициатива? Мне кажется, здесь нужно совместно все это делать, и в основном это вопрос к средствам массовой информации. Мы должны у граждан воспитать правильное следующее, что если за руль сел пьяный человек... И вы это увидели, да? И вы это увидели, то этот пьяный человек может задавить там вашу там сестру, жену, там отца. Какие гарантии, что он этого не сделает? Надо предотвратить. И это нужно в людях, так сказать, чтобы гражданскую позицию их не поднять. Что это на самом деле человек совершает правонарушение. И то, что он никого не задавил там сегодня, да, ну это не говорит о том, что если он будет каждый день ездить пьяный, это рано или поздно все равно случится. Вот эта система еще не отработана, вот я имею в виду пьяный за рулем. Вот кому сообщать, да, вот, ну увидел. В первую очередь еще нужно знать, какой телефон и быстрота реакции сотрудников на это дело. Вот, наверное, это задача там перед соответствием межслужбе, там, ГАИ, там, чтобы они как-то перехватывали там всех этих сотрудников. Потому что по сегодняшним пробкам, ну это, опять же, тоже чрезвычайно сложно сделать. Да. Вот еще какие-то проблемы, такие вот, которые вам хотелось бы поднять, на которые хотелось бы опросить внимание, ну кроме вот пьяных за рулем, еще что вот сегодня на таком срезе? Профилактика детской преступности и правонарушений. С этим тоже плохо обстоит? В смысле, не с профилактикой, а вообще вот это вот серьезно. Для того, чтобы не было детской преступности, нужно заниматься профилактикой. И это, наверное, как бы, в общем-то, основная такая работа. И мы в прошлом году очень много этому уделяли вопросу. И как бы считаем, что, ну это одна из таких основных наших деятельностей. Вот именно работа с детьми для того, чтобы это вот предотвратить. Поэтому не случайно мы второй год выходим 1 сентября в первые классы, где говорим о личной безопасности. Казалось бы, да, у ребенка 1 сентября праздник, но мы понимаем, что ребенок первый встречается с государством, потому что он начинает ходить в школу. И вот 1 сентября мы выходили первоклассникам, вручали им диск, где было расписано все, начиная от правил дорожного сдвижения, заканчивая там личной безопасностью, для того, чтобы с тобой никаких правонарушений, преступлений не было. Поэтому я считаю, что вот такие вот выходы взрослых людей, опытных, они должны помогать в этом направлении. Вот это одно какое-то направление, на котором мы, в общем-то, тоже будем работать однозначно. Все, что касается с дорогой, безопасности на дорогах, это очень актуальная, очень сложная тема, и об этом мы очень часто, общественники, в общем-то, говорили, поднимали вопросы, приглашали руководство ГИБДД, и города, и состояние дорог, мы поднимали вопрос. Я думаю, что это все останется, и, в общем-то, мы над этим тоже будем работать. Я так думаю, что с новым руководством города Самары, с новыми подходами, в общем-то, будем двигаться. Вот мы говорим о безопасности, и чаще всего мы говорим, чтобы нам передвигаться там по улицам спокойно, и чтобы на нас там не напали, и забываем вот о том, что дороги-то это еще больше. Ну, все как взаимосвязано, понимаете, получается, что, в общем-то, спектр, казалось бы, узкий, нет, а он очень широкий, поэтому, в общем-то, приходится привлекать не только чисто профессиональных людей, например, из Петрового движения, но мы вот привлекали администрацию городского округа Самары, которую заслушали как раз непосредственно по вопросу состояния дорог в городе. Да, потому что вот уже хочется прийти к тому, чтобы была ответственность, чтобы найти ответственных, и вот как-то вот разобраться, вот не только, не вот это вот уже какое-то уныние, что у нас такие дороги, и вот и все так, ну и вот и так. А вот как вот этого добиться? Вы же общественники, вы должны... Вы сказали, ответственность спрашивать. Да, у нас вечных два вопроса. Кто виноват и что делал? Да, всегда ищут, кто виноват. Давайте мы немножко другой вопрос. А что делать? Вот что сделать? Вот что вы сможете сделать? Мы что можем сделать? Да, вот в этом вопросе, чтобы меньше было и пробок, дорог вот этих вот разбитых, травм, ДТП и так далее. Что сделать? Ну, наверное, каждый, в первую очередь, на себя должен посмотреть и своим примером показать другим, что нужно делать как бы. Ну, тот же субботник организовать. Наверное, он в скором времени будет, поэтому... Ну, еще одно событие, вот, которым мы идем в скором времени, это 9 мая. Я знаю, что вчера тоже вот поднимался вопрос. И вот Сергей Солодовников сказал, что здесь вот какая-то патриотическая даже такая тема идет в связи с 9 мая и связанная с полицией. Вот я до конца не поняла, вот в чем патриотизм, полиция и 9 мая? Как все это вместе соединить? Сергей Александрович сказал, что, по его мнению, на параде должны быть сотрудники Самарского гарнизона, как бы, да. Представить? Конечно, конечно. Это те люди, которые несут там охрану правопорядка. Почему бы нет, как бы? Понятно. А вообще, какие-то мероприятия, которые общественный совет будет готовить к этой дате, планируются к 9 мая? А вот что это будет? И выпуска стихов сотрудников полиции, посвященной Великой Отечественной войне. Он уже готов. Как интересно. Да, он уже готов. И, в общем-то, я думаю, что в марте, сейчас только уже в тираж пойдет. Дальше с детьми мы проводим конкурс рисунков, посвященный вот как раз теме Великой Отечественной войны. Далее для ветеранов будут поздравления. И для ветеранов Великой Отечественной войны, а именно сотрудников полиции, организована бесплатная юридическая помощь по любым вопросам, которые у них возникают. То есть мы не остались в стороне от этой даты. В клубе Дзержинского уже прошел фестиваль военно-патриотической песни, песни великого подвига, учащиеся в Самарского спортивного лицея. Они там выступали вместе с родителями. Ну, то есть, как бы, в общем-то, мы тоже готовимся вместе со всеми. Будем отмечать эту замечательную дату. Да, вот вы так сказали, что вот и творческие такие вот нотки. А вообще вот сотрудники полиции как-то вот свое творчество выражают. Вы в этом их поддерживаете? У них очень много конкурсов различных. Потому что кажется, что они такие занятые люди. Такая у них работа, как мы говорим, и опасная служба, и трудна. А тут вот пишут стихи. Ну, что хочу сказать. Вот когда, например, проводили, ну, типа аналог веселых стартов, мама, папа, я спортивная семья, ну, когда они все в спортивной форме, совершенно другие люди становятся. Поэтому, когда на них смотришь, как бы, на работе и после работы, например, ну, понимаешь, что это самые обычные люди живые, как бы. Они не роботы, которые должны выполнять приказы, как бы, а именно нормальные люди. Прекрасно поют, прекрасно танцуют, в общем-то. Да, вот поймала себя на том, что мы... Это вот как раз имиджа полиции. Да-да-да, мы об этом и как-то вот действительно не рассказываем, и мало знаем. У нас вот есть образ, да, вот имидж этого полицейского, который действительно, вот как мы говорим, что он такой вот, все ему трудно, опасно и сложно, и ответственно. А вот что, вот еще такая грань, конечно, вот это вот человеческое самое, и может как раз и доверие повысить, и сблизить людей. И вот это вот, наверное, нужно... Другими глазами посмотреть. Да-да-да, вот это развивать. Ну, и хотелось бы о ваших ближайших планах. До октября, что вот вы успеете, запланировали сделать еще вот. Я думаю, что мы сейчас все силы бросим на то, чтобы навести порядок в Самаре, увеличить количество добровольных народных... Так, а вы повезете детей? Нет, это однозначно, даже никаких тут сомнений в этом нету. Ну, конечно, вот хотелось бы, чтобы вот те планы, которые Сергей Александрович наметил, они бы воплотили жизнь, конечно. Спасибо большое за то, что пришли, рассказали о своей работе. Удача, успехов и, главное, эффективности в ней. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин